МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и сначала коротко о главных из них. Сначала бойкот, теперь голодовка. Автобусники Абакана вновь недовольны условиями пассажироперевозок. Не виноватая я, они сами приносили деньги. В Черногорске завершается процесс по нашумевшему делу о мошенничестве. Ущерб десятки миллионов рублей. Заповедные места и непуганные браконьеры. Инспекторы по охране животного мира смогли удивить даже бывалых охотников. Конфликт властей и перевозчиков Абакана вышел на новый уровень. Все прежние договоренности аннулируются. Антимонопольная служба признала их незаконными. Предприниматели недовольны таким поворотом ситуации и собираются в знак протеста объявить голодовку. Наши корреспонденты побывали на последнем заседании Согласительной транспортной комиссии. Мы сказали, вы не услышали. Какие проблемы? А как мы можем услышать, если есть предписание? Каждая из сторон напряжена до предела. Им тяжело принять новые обстоятельства. Антимонопольная служба признала незаконной ту версию положения о перевозках, которую предприниматели буквально выбили из администрации последней автобусной забастовкой. Просто так оставить маршрут за теми, кто на них работает сейчас, нельзя. Это право должно разыгрываться на открытых конкурсах. Такой федеральный закон, и мэрия обязана ему подчиниться. Новые правила вступят в действие не в 2016 году, как хотят предприниматели, а с 1 апреля будущего года. Отсрочка будет лишь по самым затратным статьям, предъявляемым к автобусам. Два критерия – это низкопольные, и второй критерий – это больше, так будем говорить, вместимости, наверное, с 1-го, 1-го, 16-го года. Отмена администрации своих же решений возмутила представителей бизнеса. Однако затягивать спор с чиновниками они не стали. И сразу же после окончания встречи депутат Александр Семенов заявил, чтобы добиться своего, перевозчики вновь готовы к радикальным акциям. Скорее всего, предварительное решение такое, предприниматель объявляет голодовку, но дальше действия будут развиваться неизвестно как. Разваливать предприятия легко, их создавать тяжело. Поэтому, естественно, перевозчики отставят непосредственно и свои рабочие места, и все остальное. По словам Семенова, голодовка может начаться через два дня. Насколько реально такая акция или это только угроза, покажет время. Но его у предпринимателей мало. Проект нового положения о пассажирских перевозках Гурсовет планирует принять уже через две недели. Обострение противостояния совпало с первым наказанием для участников автобусной забастовки. Сегодня прокуратура объявила о том, что вынесла предостережение перевозчикам о недопущении впредь подобных акций, а также оштрафовала их. Еще одно наказание рублем может грозить от антимонопольной службы, которую усмотрела в действиях протестующих признаки картельного сговора. Позиция органа власти непреклонна. Борьба предпринимателей за свои интересы заканчивается там, где начинаются права пассажиров. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Вспышка пневмонии в Абазе докатилась уже и до детских садов. Четыре группы закрыты на карантин. Эпидемический порог по ОРВИ превышен более чем на 20%. Напомним, на прошлой неделе сразу 14 учеников были госпитализированы с диагнозом пневмония. Уроки в школах были прекращены. Провели массовое обследование учащихся и ПЕД-коллектива. Из бюджета города были выделены деньги на дополнительное приобретение бактерицидных моющих средств. Ежедневно проводится специальная уборка помещений. Принятые меры позволили стабилизировать обстановку. Количество заболевших практически не увеличилось. Идут на поправку и школьники, попавшие в больницу. Период лечения составляет две недели и более. Поэтому срок окончания карантина в 50-й школе заканчивается 15 декабря, а в 49-й школе завтра, 11-го. Пока информации нет о продлении карантина. Но, естественно, все будет поставлено на контроль. Если ситуация кажется угрожающей, то, естественно, будут приняты другие меры. В соответствии с постановлением главы очень много прописано мероприятий, например, таких, как проведение жестких утренних фиксеров во всех группах детских и дошкольных учреждений в школах. Газ вернули в дома абаканцев. Сегодня специалисты Хаказгаза залили голубое топливо в опустевшие газгольдеры девяти абаканских многоэтажек. Пропана точно хватит до Нового года. А с 1 января в город приходит другой оператор – Красноярск, Крайгаз. Виктор Лушников подробнее. Сегодня в каждый опустевший газгольдер пропановозы плеснули, как выражаются специалисты, по несколько сот литров голубого топлива. Налили ровно столько, чтобы газа гарантированно хватило до Нового года. Бригада ремонтников открыли подачу и отрегулировали давление в каждом подъезде. И газ пошел к радости жильцов. Все время без перерыва был газ. А то раз, вдруг не стало. И вот каждый день включаю, включаю, все проверяю, все нет. Оттуда вдруг. Первым делом Галина Федоровна убрала электроплитку подальше. Надеется, что в ближайшее время она не понадобится. Газ вернулся во всем многоэтажке Абакана, но это, как говорится, пожарный вариант решения вопроса. Проблема газоснабжения пока остается. Новый поставщик только под честное слово властей работать не намерен. Газ на город Абакан со стороны Красноярска газа заказан. Он уже находится в парке хранения Минусинск, Межрега, Служб. Газ сам есть, техника есть, сливать мы можем. Вопрос только идет по подписанию договора. Переговоры газовиков и управляющих компаний ведутся в мэрии постоянно, но ключевые позиции согласовать пока не удалось. Газовики планируют самостоятельно собирать плату с населения, оставив управляющим компаниям ответственность за содержание газовых систем в домах. Наша задача сейчас отшлифовать договора, акты, ответственность и прочее. Кто за что будет отвечать, кто будет что обслуживать, за что кто будет оплачивать. Когда будет вопрос решен, сказать конкретно нельзя, но то, что он будет решен, это однозначно. И в ближайшие дни. Пока остается неясным, насколько вырастет плата для жильцов, ведь управляющая компания планирует включать в платежки новую строчку обслуживания внутри домового и внутриквартирного газового оборудования. И все эти газовые вопросы придется решать муниципалитетам в одиночку. Минрегион Хакасии, который обещал содействие в решении проблемы, ограничился общими рекомендациями. Самый большой в Хакасии детский сад сегодня официально открылся. Реча Капитошки в Абакане. Педагогам вручили лицензию, а значит, теперь начнется образовательный процесс. Первое знакомство педагогов и малышей прошло в необычной форме. Воспитатели подготовили творческую программу. Поздравил с открытием садика горожан и глава Абакана. Николай Булакин вручил коллективу дошкольного учреждения «Молоток». Им в октябре 2011-го был забит первый колышек, как символ начала строительства Капитошки. Садик стал юбилейным, 40-м по счету в городе. «Триста деток здесь будут жить, трудиться, воспитываться. Ну что еще сказать? В добрый путь!» «Поинтересовались, что именно в этом районе, что нас это устраивает, открывается новый детский сад. Мы были довольны, что нам здесь дают место. Дочь спрашивает, есть ли там бассейн. Это был первый вопрос. Ну вот, сходим, узнаем». Бассейн в садике есть. Есть, помимо этого, открытый физиокабинет, мини-поликлиника, дети распределены по 12 группам. Добавим, возводили садик около двух лет. На эти цели было потрачено 180 миллионов рублей. Из них половина – федеральные средства. Здание построено по новой технологии, без ригельного каркаса. Это позволило создать свободные площади в помещении, более того, сделать его сейсмоустойчивым. Громкий уголовный процесс в Черногорске вышел на финишную прямую. В деле кредитной мошенницы Натальи Даниловой точка будет поставлена 24 декабря. Полтора года суд распутывал сложную преступную схему, в которой были задействованы шесть банков. Сегодня в деле 200 потерпевших, более 400 фактов мошенничества, сотни томов и пропавшие, неизвестно куда, 80 миллионов рублей. Наталья Данилова обвиняется в шести преступлениях. Сегодня суд дал ей последнее слово. Елена Крылова услышала, что сказала женщина в свое оправдание. Часто во всех разговорах с потерпевшими последние говорили мне, что за такие деньги можно и отсидеть. Могу уверить вас, что любой здравый человек, а особенно женщина-мать, никогда не поставит на чашу весов вымышленные миллионы и разлуку с маленькими детьми. Свою вину Наталья Данилова не признает. Все произошедшее она называет не больше, чем недоразумением. И корит себя в невнимательности при работе с банковскими документами, которые якобы и воспользовались третьи лица. То следствие не до конца установило всех виновников этого дела. Все мои бывшие партнеры оказались в выигрышной ситуации, не отвечая ни по обязательствам и имея хорошую прибыльную часть невозвращенных средств. В этой произошедшей ситуации я приложила все усилия, делала все, что от меня могло зависеть. Напомню, Наталья Данилова в неприметном офисе оформляла кредиты, в основном на пенсионеров с подставными поручителями, на одинаковую сумму 300 тысяч рублей. 200 сразу забирала себе, 100 отдавала на руки. Деньги на погашение своей части долга клиенты приносили в тот же офис. Осенью 2009-го банки забили тревогу, когда платежи перестали поступать. Данилова обвиняется в совершении шести преступлений, одной из которых относится к категории тяжких, часть 4-я, статья 159-я, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы до 10 лет. Учитывая смягчающее вину обстоятельства, то есть наличие двух малолетних детей, было предложено наказание в виде 7 лет лишения свободы. И по 5 преступлениям в виде 2 лет лишения свободы за каждое по совокупности. Прокурор запросил 9 лет, пока идет в полуторагодовалое судебное следствие. На кредитах накопились проценты. С потерпевших банки высчитывает долг половину пенсии. У самой Натальи Даниловой никакого имущества по документам нет. Она живет сейчас в шоколаде, а у нее есть деньги на адвоката. Полтора года нанимать адвоката, и копейки она ему платит. Она ездит шикарно, у нее сын ездит в школу на такси, а у меня на хлеб не хватает денег. У меня пенсия стала 4-300, я получаю. Сегодня в зале суда собралось и не так много потерпевших. Заседание сотое по счету только с начала года. И у многих уже опустились руки. Сегодняшнее заседание продлилось менее 20 минут. Суд удалился в совещательную комнату. Пожалуй, то, что больше всего волнует сегодня потерпевших, это не сколько лет дадут Наталье Даниловой, а кто все же будет платить по долгам. Суд примет окончательное решение 24 декабря. Елена Крылова, Владислав Пустовойт, Вести, Акасия. Энергетики Хакасии в массовом порядке проверят счетчики. Весь декабрь сотрудники энергокомпании будут ходить по домам и снимать показания приборов учета. Хакасэнерго обращается к жителям республики с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ к счетчикам. С нового года изменится тариф на услуги по передаче электроэнергии, также вводится социальная норма электропотребления. Представители компании будут собирать данные и о количестве зарегистрированных на жилплощади. Добавим, представители Хакасэнерго обязаны иметь при себе служебное удостоверение, которое собственники квартир вправе потребовать предъявить. В одном из самых труднодоступных мест Хакасии искали браконьеров и нашли. Инспекторы Госкомитета по охране животного мира и полицейские выехали в тайгу выше Саяна-Шушенской ГЭС. Добраться туда можно только по воде, и нарушители настолько не пуганы инспекторскими проверками, что при задержании не сразу и понимают, что происходит. Все подробности в материале Марины Конодаковой. Рыбак просто обескуражен, увидев инспекторов и полицейского. Проверки тут дело редкое, поэтому нарушители чувствуют себя вольготно. Между тем на базе оказались двое коллег рыбака, у которых инспекторы обнаружили весьма ценную добычу. Госкомитет по охране животного мира Макара Геннадий Васильевич. Охотились или что? Чем занимались? Да, охотились. Охотились? Какая-то незаконная с собой продукция есть? Есть. Сруя комарии. Ну вот тоже старожилы и охотились. Каким способом? На петли. В устье рек Енисей и Кантигер, выше Саяна-Шушенской ГЭС, просто так не добраться, только по воде. Кругом крутые берега, скалы, густой лес. Но может ли это испугать человека с ружьем? Практически в каждом заливе плавучая база, охотничья избушка. Подходи к любому, везде есть нарушения и совсем не мелкие. Малокалиберное оружие. Калибра 5 и 6. Нашли где? На Чисплеев. Почему сразу добровольно не выдали оружие? Ну забыл, объясняю, что забыл. В основном нарушители так и уверяют, оружие нашли случайно в лесу или избушке. Но каждый из них знает, по негласному закону охотников, взять в тайге чужое, это подписать себе смертный приговор. А вот охота на Соболя запрещенным способом карается уже по другому закону, административному. То есть ты вот этого Соболя добыл много захватывающих капканов? Вот. Добыл, добыл. Добыл. Понял. На этой плавучей базе сын и отец. Тайга для них единственная возможность найти себе пропитание и заработать хоть какие-то деньги. И им, похоже, не до правила закона. Огутился, добывал, рябчик. Что держишь в руках? Ружье. Разрешение на право охоты имеешь? Нет. Разрешение на право охранения и ношения имеешь? Нет. Изъятое оружие 7 единиц будет утилизировано, а незаконно добытые трофеи уничтожены. Общий ущерб, нанесенный браконьерами, 420 тысяч рублей. Нарушителям грозят серьезные неприятности, вплоть до уголовного наказания. Церемония вручения благодарственных писем от уполномоченного по правам человека в Хакассии прошла сегодня. Награждение приурочили к Международному дню прав человека, который вот уже 63 года празднуется 10 декабря. Этот общественный институт молодой, действует меньше трех лет. Однако за это время помог многим попавшим в трудную жизненную ситуацию. Отчасти благодаря добровольным помощникам, среди которых люди неравнодушны. Социальные работники образования, общественные деятели и журналисты. Благодарственные письма были вручены 12 награжденным, в том числе нашей телекомпании. Татьяна Саранчина – директор республиканской социальной гостиницы, куда обращаются бездомные, жертвы домашнего насилия, сироты. Большинство – люди незащищенные. Мы не можем стоять в стороне, и поэтому нам действительно приходится не просто консультировать, но и напрямую принимать участие в судьбах этих людей. Начиная от временной регистрации, которая дает право и трудоустройство, получение пенсии, пособий и так далее. Ну а там уже в дальнейшем, в течение нескольких месяцев, если это мамочки с детьми и до полутора лет, мы сопровождаем таким образом, пока они не встанут на ноги. У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вестидефисхакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.